Если говорить в хронологическом порядке, то первое такое столкновение между римлянами и готами происходит в 378 году в сражении при Адрианополе. В этом сражении погибает император Валент, и это приводит к вторжению восточной пределы империи в Вестготов. Следующий император Феодосий жестоко расправляется с готами, и в 395 году после смерти Феодосия империя разделяется уже окончательно на Восточную и Западную Римскую империи. Еще раз говорю, что Вазентийской империи не существует, она существует только в воображении историков. Ну, мы можем назвать Вазентийской империей, но в действительности она так не называлась. И в 409 году ходы уходят в Центральную Италию, и в 410 году первый раз разграбляет Рим. И пал Рим в 476 году, где-то около 100 лет, да, грабят регулярно Рим. В течение вот этого столетия, это время, называется, битва за Рим. Вы поймаете, Рим сразу не строили, и Рим сразу не разрушили. 18 раз в течение 100 лет захватывают Рим и до основания разрушают все, что могут разрушить. Можете себе представить, какого было жить в Риме? Каждые 5 лет какие-нибудь приходят, захватывают, да, захватывают, захватывают, пока Рим не превращается в груду развалин. Одновременно, кроме Готов, и другие племена, это Лангобарды, Лангобарды, видите, это что, длиннобородой переводится, да, и бургунцы заходят с севера. Франки захватывают долину Рейна, а последующую территорию, которая потом уже называется Франция. Бургунцы захватывают территорию современной Швейцарии с двумя крупными торговыми центрами Женевы и Лионом. Они также были арианами, но позднее при короле Сигизмунде, 516 по 523 год, они обращаются в ортодоксию. То есть, Италия трещит по швам. Происходит тоже несколько захватов, некого захватов Рима. В 406 году вторгаются, так называемые, венеды или вандалы. И при короле Гейзерихе, у меня где-то есть про него статья, Гейзер, Гейзер это свинья, Рих это король. В общем, король свинья или свинский король, если перевести с юрито. Можно себе представить, какие это были ребята. Вандалы переправляются через Гибралтар и начинают завоевание Северной Африки. В 430 году осаждает Карфаген, который впал в 439 году, а затем захватывает Рим. И это называется что? Вандализм. Вандализм. И были еще, вот у меня торжественный въезд Алла-Риха в Рим в августе 410 года. О-Доакр. О-Доакр был наемником и служил Риму. Вообще, очень интересная ситуация в это последнее столетие. Воюют римляне, называется. Воюют германцы. Но и в той, и в другой армии приказы отдаются на немецком языке. Интересно, да? Вот. И О-Доакр был одним из таких наемников. Но так как ему не заплатили вовремя жалования, он со своими ребятами переходит на сторону варваров и опять разграбляет Рим. Помните, представьте, 18 раз. Если какой-то там ватажок собирает себе группу, чтобы быть хорошим авторитетом, он говорит, ну что будем делать? А ты, говорит, на Рим не ходил? Не ходил еще. Ну вот давай сходим на Рим, вот тогда мы будем крутыми. И, значит, всякая группа, чтобы были крутыми ребятами, грабила Рим. Можете себе это представить? И так продолжается в течение 100 лет. И в конечном счете, в 476 году, Рим, как самостоятельное государство, перестает существовать. И осуществляет это дядя Федор, Теодорих. Теодорих из рода Амалов. Да, помните, мы говорили? А из рода, вот, это забыть, да, забыть последний Амалов, да. Хорошо. И что еще? Федорих с армией 20 тысяч человек стал полновластным правителем Апеннинского полуострова. Но Восточная Римская империя не успокаивается. И тогда выходит такой интересный деятель, как Юстиниан. Юстиниан жил примерно с 500 по 565 год. Очень интересная личность. Его отец Юстин был тоже одним из солдатских императоров. И Юстин, и Юстиниан, они были фракийцами. Ну, по теперешнему названию, не фракийцами, а македонцами, югославами. Это была македонская династия. Отец его пришел к власти, как солдатский генерал. Он был абсолютно безграмотен. Абсолютно безграмотен. И для того, чтобы подписаться, ему делали специальную дощечку, на которой было вырезано его имя. Он обводил карандашом, и ручкой, то, что там было вырезано, это была его подпись. Но сына он захотел сделать образованным человеком. И посылает его учиться в Александрийскую академию. И вот там встречается, в возрасте 25 лет, люди очень интересные. Велизари, год, который становится выдающимся, гениальнейшим полководцем своего времени. Ну, так, на уровне Суворова, да, а то и покруче. Который реформирует армию и вводит очень много из племен, которые, из опыта племен, которые приходят. Сейчас, если, например, конница реформируется, стремина вводится. Стремина – это изобретение гуннов. До этого конница была только вспомогательным видом вооружения. Теперь конница становится полноправной. И так далее. То есть происходит реформация армии полная. И гоцкие военнослужащие, да, приходят в массированную армию. Армия впервые одевает штаны. До этого, знаете, римляне в колготках такие ходили. Вот. Ну, и еще там различные интересные вещи происходят. Встречается он будущей женой. Естиняна. Феодоры. Это была женщина. Ну, как сказать. Сначала проститутка, содержанка. Вначале она была из мимов. Из бедной семьи. Там было несколько дочерей. Отец погиб. И мать для того, чтобы хоть как-то прокормиться. А она, знаете, как вот сейчас вот выводят некоторые на дорогу, да, и просят под ноги машинам лежит, да. Она взяла своих дочерей. И когда было соревнование колесниц, она выскочила перед этими колесницами. Колесницы остановились, вся публика обратила на их внимание. И тогда им оказали гуманитарную помощь. И вот эта молодая девочка Феодора, она сначала становится актрисой. Были тогда мимы. Но это не такие мимы, как сейчас. Вы знаете, что порнография, порнуха, она всегда интересовала всех, да? Ибо эти мимы показывали сексуальные сцены. Между женщинами и мужчинами, между мужчинами и мужчинами. Прямо на площадях. Затем она становится гетерой, то есть блудницей высшего такого ошибок, так сказать, валютной. По теперешнему, да. И становится содержанкой одного из правителей Юга Африки. И в 20-25 лет Юстиниана, и он на ней женится. Тогда был запрет дворянам жениться на актрисах. И по просьбе сына, отец, император, отменяет на время этот указ, чтобы сын мог жениться. Кстати, она потом, после того, как вышла замуж, стала великолепной, отличной женой. В отличие от Антонина и ее подруги, которая стала женой Велизарии, спала не только с гигиералитетом, но и вплоть до младших режиссеров. Всех. Но это были проблемы в Велизарии. Почему я очень интересуюсь этой историей? Я об этих друзьях писал книгу. Я собирал массу материалов в Киеве, в частности, Киево-Печерская лаврия. Мне очень интересно это. И очень она была мудрой женщиной. В 27-летнем возрасте они становятся он императором, и она императрицей. А им уже 30 лет, и в этот момент возникает восстание под названием Ника. И хотят их свергнуть власти. Но удается заманить на стадион, который где-то вмещал до 30 тысяч зрителей в Константинополе, на стадион удается заманить всех заговорщиков, ворота закрываются, и в Велизарии вводят готов. И буквально устраивают разню на стадионе пром, как товарищ педачат. Вы знаете, есть некоторые параллели между властью. И властью Синяна становится очень крепкой. Но, к сожалению, в возрасте 40 с небольших лет, это, не помню, 46 ей было, и 43 года, эта женщина умирает от рака молочной железы. Возможно, сказывается ее прошлое. Вот, вы знаете. И настолько любит Ессинян эту женщину, он называл ее мудрой Софией, что на месте разрушенной часовни Софии он строит великолепный памятник любви. До сих пор этот памятник сохраняется, да? София Киевская. София Киевская. И эта женщина, кстати, первая, она установила возможность реабилитации для вот таких женщин, бывших проституток и так далее. Потому что, если раньше таким женщинам, если они покаялись, какой был единственный путь? Монастырь, да? Она создает целую сеть швейных мастерских, и эти девушки, женщины, которые хотят бросить заниматься проституцией, они могут заниматься честным трудом. И она даже давала им преданное, и выдавала их замуж за каких-то, ну, таких положительных, так сказать, людей. Очень интересная была женщина. И третий друг, и третий друг Ессиняна, это Петр. Петр из Кесарии. Кесария, это вы знаете в Израиле, да? И этот Петр становится, как бы, министром финансов, и в последующем дает еще юридическое обоснование. Вот Юстус Романус, это было 50 таких томов книг, и вот это романское законодательство, которое является основой, оно было как раз создано уже после того, как Рим был разрушен. Во времена Ессиняна, Юстус Романус. И примерно с 530 года происходит 18-летняя война между императором Юстинианом и между королями Готов, которые царствуют после Теодориха. Их там было несколько. Из них была одна женщина, которая убила собственную сестру. Вот. Ну, в общем, это были потомки вот этого Теодориха. И в конечном счете исчезает Теодориха. Вся династия, и, к сожалению, римляне тоже не удерживают. 18-летняя война. От всего населения Италии остается одна десятая часть. От всего населения Рима остается 5%. Вспыхивает еще в это время страшнейшая юстиниановая чума. Еще сильнее чума была 1348 года. Вот запомните интересный. Да? Смотрите. 1348 год. Чума, которая обвиняет евреев. 1648 год. Это восстание Богдана Хмельницкого. 1948 год. Образование государства Израиль. Вот та чума 1348 года была еще более разрушительна. Но и при истинянной чуме погибает треть населения Европы. Началось все очень просто. Авары. Это такое племя тюркское. Осадили Константинополь. Взять Константинополь не смогли. Среди них вспыхивает чума. Но они что делают? Трупы перекидывают за стены. И оттуда чума распространяется по всей Европе. И что остается? Груда развалена. И единственный человек, который может взять власть над Римом, это кто? Римский епископ. Поэтому с 600 года нашей эры римский епископ приобретает особую власть. Да? 600 года нашей эры. И римский епископ называется Папа, да? Папа Римский уже получает ту самую власть, которую он уже позицию пользуется. Скажите, как готы относились к евреям? Хорошо или плохо? Хорошо. Вы видите, в еврейской теологии и в готской теологии в общем-то нету особо никакой проблемы, да? Ведь почему евреи не приняли Иисуса? Потому что говорили, что он Бог. Но если Иисус не Бог, а пророк, хороший человек, тем более евреи, то почему же его не принять? Правда? Проблем нет. Поэтому многие евреи принимают христианство. И еще во времена, когда происходит разрушение Рима, то еврейские обозы следуют за всеми армиями. Кому-то же армии надо кормить. Да? Маркетанты слышали такое выражение? Вот награбили варвары. Ну и что? Они будут с собой золото таскать или что-то еще. Да, они пропьют, прогуляют, да, прокутят все. Им нужно там оружие, им нужно вино, все остальное, все они прогуляли, спустили. И куда это золото сосредотачивается? Среди евреев. И поэтому евреи становятся выдающимися банкирами того времени. После того, как разрушается вся инфраструктура Рима, в Европе создается только три сословия. Церковь молится, да, воины воюют там рыцари, графы и прочие, феодалы. Крестьяне что? Роются в земле. А кто же осуществляет промышленность и торговлю? Да. Единственный народ, который взялся за это, это тот народ, который был лишен земли, да, и который благодаря своим умственным способностям и стремлению к объединению сумел объединить экономически все эти разрозненные части. Поэтому готские короли с большим удовольствием поселяют евреев на свои земли и создают целые еврейские города. Потому что старые города разрушены. Новые города кем создаются? Евреями, как торговым сословием. И вся буржуазия еврейская. Евреи, полуевреи, четверть евреи. Потому что готы с удовольствием родятся с евреями. Более того, евреи становятся единственным грамотным населением на то время. Ну, может, где-то в монастырях еще остались какие-то грамотные монахи. Но их совсем немного. Население все что? 100% неграмотное. А еврейское население какое? 100% грамотное. Поэтому я говорю, что, скорее всего, и так считают многие ученые, идыш образовался не тогда, когда евреи переселились в Восточную Европу, а значительно раньше. Именно в эти вот годы, в эти века. Потому что, если нужно было какому-то князю, графу, написать другому князю или графу, а он был неграмотный, что делали? Брали евреи. Еврей писал на каком языке? На немецком языке. Потому что кругом были годы. И евреи тоже жили среди годов. Может, уже кто и подзабывал евреи в то время. Ну, какими буквами? Еврейскими. Письмо приходило, и когда другой граф, у него там тоже были придворные евреи, или он там первого попавшего еврея с улицы хватал, да? И тот ему читал. Вот с этим такие, даже Изя Кокос был такой, Хозя Кокос, знаменитый еврей-посол, он даже из Крыма писал русскому царю таким вот способом, русским текстом и еврейскими буквами. Даже так поступал, писал письма своему сыну Колумб Христофорову, можете потом, да, где-то у вас там, можете потом рассказать о Колумбе, кто он такой был. Вот такие интересные вещи происходили. И какой получился язык? Идиш. Юдиш, юде, это по-немецки евреи. Стало быть, язык стал называться идиш. Готский диалект отличался от северного диалекта, да, и поэтому я говорил, что есть сейчас одна небольшая группа в Германии, да, которая говорит на готском диалекте. Еще год и позднее смешались с гуннами и хазарами, и среди караимов было немало световолосых и голубоглазых потомков гота. Готы в Крыму, вы знаете, что они сохранились как этническая очность вплоть до Екатерины II. И когда уже в Крым отправили немецких поселенцев, вот эти потомки готов смешались с немецкими поселенцами. А другая группа готов основала свое государство, вы уже говорили, Австрия. И интересно, что все австрийские дворянские роды, они имеют еврейские корни, в том числе Гамсбурги, с таким вот носиком, который заразили еврейской кровью все дворянские и царские фамилии. Вот такая удивительная история происходит с евреями годы. А вторая группа, которая внедряется, это гунны. Слово хунну означает варвар. Хунну они жили на территории рядом с Китаем. И китайский император решает избавиться от гуннов. И дает им хороший пинок под зад. И гунны катятся на запад, сметая все на своем пути. Проходят через Казахстан, и вот они уже на границе империи вот на Волге, на Поволж и среди вождей гуннов гунны. Их самое название гуры. Были уту гуры, куту гуры, гун гуры, уй гуры, джун гуры или джун гары, да, бал гары, гун гу, гун гарья, это кто? Венгрия, да, потом еще позднее туда переселилась еще с востока угры, да, угры, 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 это угорщина, да, второе название, это уже во времена, да, буквально перед нашествием Чингисхана. Вторая группа булгуры, булгуры, они смешались во время того, что они жили на территории Украины, они смешались со славянскими народами, да, вы понимаете, тогда национализма как такого не было, тогда никто не спрашивал какой национальность, да, спрашивали, какому князю ты служишь, да, вот так же самое, то Рязанский князь был большим врагом московскому князю, допустим, или Тверской князь был больше врагом московскому князю, чем какой-нибудь хан Золотой Орды, правда? Вот, и тогда было много славян, и поэтому болгары переселились на территорию Болгарии, там был такой хан Кубрат и хан Аспарух, которые занимались этим делом, переселением, а Атила, Атила начинает завоевательный поход, и возле города Шалон, Шалон, да, его останавливают, и фактически он завоевает всю территорию Австрии, в Кельне он наводит большой шухер, большой данью облагает Рим, кстати, он хорошо использовал эту дань, он накупил на эти деньги рабов, сто тысяч рабов, которые стали его преданными слугами, но они почти все погибли, он их женил на казахсках, то есть на этих вот своих восточных женщинах, вот, и некоторые из них потом стали какими? Хаза, хазаким, или казаками, да, или казахами, как хотите, так что это вот такая тоже интересная история, но очень много их погибло в войне против римлян, и в чем важность Атилы? Атилы, видите, создает мощнейшее государство от Китая до Австрии, до Венгрии, и караваны могут безбоязвенно ходить по всей этой территории, важно? И как вы думаете, кто были люди, которые шли с этими караванами? Евреи, да, их стали называться, называть Раданитами или Рахданитами, Рахдам, асо, Рох, двигаться, да, эти были подвижные люди, вот эти Рахданиты, я вам потом покажу, где они ходили, по каким путям, и они становятся первыми купцами, которые соединяют Восток и Запад, с Запада идет золото, с Востока идет шелк, и Римская империя все больше и больше выкачивает оттуда деньги, да, деньги оседают в еврейских банках, создается еврейская вражезия, а дворяне нищают, и дворянам приходится у кого занимать деньги? у еврея, им это нравится? Нет, поэтому периодически они устраивают такие чистки, берут и всех евреев убивают, чтобы не возвращать деньги, да, прошло время долго, значит, надо евреев убрать, вот, пошел там в крестовый поход, там, рычит Ливенное сердце, Ришар Кардальон, да, оставил своему брату наследству, ну, Авера, читали? Да? А что братец делает? Задолжал у евреев, значит, он что делает? Приказывает всем евреям Англии выселиться, а деньги что их делает? Забирает, да? То есть, вот такая возникает политика. Следующим народом, который после Гуну приходит, это хазары. Хазары это уже тюрки, такие крутые тюрки. Да? Помните, в 550 году, я вам говорил, образуется тюркский каганат. И делится он на восточный и западный. В восточный он остается более или менее в стабильном состоянии, и позднее эти монголы примут участие в походах монгольских, западный, распадается, да? Туркистан становится отдельно, на территории Казахстана в общем-то возникает некоторое безвластье, и если гуны идут через север, через территорию Казахстана, то этим ребятам не повезло, их погнали на юг. Их, они входят с юга Каспийское море, и куда выходят? Да, на территорию Азербайджана, Армении, да? А там много евреев. И что получается с Казарами? Казары вынуждены принять иудызм. Евреи богатые, евреи хорошие, Казары бедные и несчастные, да? Они принимают иудызм. Кроме того, в это время уже ислам. В 622 году Мохаммед, кстати, тоже по матери евреи, да? Сейчас я не буду говорить подробно о том, как ислам образовался, помните, 622 год, евреи Медины приглашают его, из Мекки он бежит, да? Евреи Медины приглашают его, и возникает вот так, хиджра. Хиджра означает бегство, да? И это слово хадж, отсюда же корень ходить, да? Поход, вот, и возникает ислам. В течение столетия ислам завоевывает огромнейшие территории. И вот 700-й год нашей эры ислам рвется на Кавказ. Единственное, что может остановить на Кавказе, это хазары. В столице хазар в это время город Дербент. За город Дербент идут ожесточеннейшие бои. И еще очень тяжелые бои проходили в тех местах, где сейчас находится Чечня. Грозно. Вот вы понимаете, есть прямо какие-то проклятые земли. И там в истории погибает 3000 хазаким. кто они были. Возможно, это были и славяне, и тюрки. Помните, я говорю, хазаким, казаки. Это не национальность, это военное сословие, да? Военное сословие. Они погибают все до единого. Как раз на том самом месте, где находится Грозно. Но они останавливают ислам. И ислам дальше не идет. Если бы не хазары, то Русь была бы не киевская, а Русь была бы исламская. Только уже потом, через 800 лет, да, вот, не через 800, значит, 1365 год, отнимите 700, 600 с чем-то лет, да? Вот. Попытка установить ислам на Руси и приводит к тому, что в 1380 году происходит Куликовское сражение, да? То есть, видите, какая большая роль была хазара. Правда? И хазары приняли иудаизм, но какой иудаизм? Караимский иудаизм, да? Позднее хазары оттесняются, оттесняются, князь Святослав завоевывает хазари, да? И что возникает? Маленькое государство хазар в Крыму. И, в конце концов, Чуфут-Кале, последняя хазарская крепость. Но хазары не исчезают, потому что два очень умных князя приглашают их к себе. Один князь, это был князь Халецко-Волынский, Данилов, а второй князь, это князь Витовт. И хазары становятся военным сословием в Литовском и в Халецко-Волынском княжестве. Это удивительная вещь, потому что это история моего рода. И поэтому есть караимы, которые жители Крыма. Есть караимы, литовские караимы, светловолосые, голубоглазые, вот, представители. Там 12 километров от белорусской границы. Майентекс, то есть мой род там происходит. И еще хазары, которые в Халецко-Волынском княжестве. Караимов, которые очень мало. Сталин, когда выселял крымских татар, он выселяет одновременно и караимов. Караимы этнические, а не татары, но они какого исповедания? Иудейского исповедания. И много о караимах, если вам интересно, я расскажу на следующий урок. пока сделаем перерыв или у нас еще есть время? Есть время. Хорошо. Очень интересный караимы народ. Очень интересный народ караимы. Сейчас я найду про караимы. Их связывают и с первыми христианами. есть некоторые и языческие пережитки в караимизме. В частности, они признают как верховного бог называется, как бог отец верховный тингри. Да, но так же, как и в Казахстане. Тингри, да. Вот. И караимы в Литве к карае ходили в Яичную гвардию князи Витовта в армии России 1914 года служили 700 караимов, из них 500 офицеров. Причем караимы, они были полноправными гражданами России, в отличие от евреев. Потому что один из караимских рабинов поехал к царю Николаю первому, когда начались преследования на евреев. Ребята, вы же понимаете, мы-то вообще-то ни при чем. Когда Иисуса распинали, мы где-то на границе Китая жили. Правда? Вот. Мы Иисуса не распинали. Ну, и решили, что караимы полноправные граждане. Поэтому Российские империи караи или караимы были полноправными гражданами. И свод глаконов гласил, караимы, находясь под покровительством общих законов империи, пользуются всеми правами, предоставленные русским подданным. А государство признавало вероучение караимов, в паспортах указывалось вероисповедание караимского. На молебнах, кенасах, кенаса – это караимская синагога, от слова кнесет, в разное время присутствовали все российские государи, побывавшие в Крыму. Это удивительно. Да? То есть караимский священник благословлял всех российских государей. Да, попробуй кто-то представить, что какой-нибудь русский император идет в синагогу. Но в Крым ездили отдыхать и все приходили на караимские собрания. Среди караимов были главы народа, председатели земских собраний, судьи, высшие офицеры, дипломаты, члены государственного совета и думы. На средства караима благотворителей для всех безразличных национальностей были созданы библиотеки, ремесленные аграрные школы, детские санатории, в частности санаторий Чайка в Евпатории, а также знаменитый наш детский лагерь Артек. Его создали тоже караимы. Причем с таким условием, чтобы кроме детей караимов там были и дети других народов. Ну, затем это все у караимов отобрали. В 1246 году часть караимов перебралась из Клиба Галицию по приглашению гнезда Данилы Галицкого, который предоставил земли и привилегии. Так караимов стал известен в Западной Украине и общины караимов возникли в Галичи, Львове и Луцке. Также в Киеве, Одессе, Бердянске и других городах Украины были довольно сильные караимские общины. У нас тоже была караимская Кенаса. Вот как говорили караимы и как они верили. Храмы Кенаса и главное помещение храма предоставлялось только мужчинам и состоит из трех частей. С южной стороны размещен алтарь, дальше от него места для прихожан, а более близкое к выходу с камней для людей пожилого возраста, больных и тех, кто в травме. Храм убран коврами. Над входной северной частью балкон для женщин с ажурной решеткой. Сюда ведет отдельная лестница. До бракосочетания женщины в Кенасе не молятся. Храму по обычаю прилегает замкнутый двор с обвитой виноградной беседкой. Перед молитвой происходит омовение. В храм ходят без обуви. Молятся в Кенасе два раза в день, стоя или на коленях, утром и вечером. Индивидуально молятся в любое время. Вместо словесного раскаяния предоставляют преимущество добрым делам. Придерживаясь народной мудрости, путь на небо начинается с земли. Основу литургии и караизма составляют псалмы Давида. Важную роль в ней играют гимны и песни, составленные газанами и поэтами. Служба состоит из последовательных частей хвалебной, признательной, покаянной, молитвенной и поклонения. Особое значение молитвы предоставляется не количество гимнов, а глубине чувств. Богослужение происходит в основном на чурском караимском языке, на который был переведен Старый Завет. из религии пришли к караимам имена персонажей Моисея, Муса, Авраам, Ибрагим, Азария, Езра и так далее. Но сохранились и другие чурские имена. Бабакай, Бабай, Алтын, Кумиш, Тахтамыш. Вот поэтому Бабай как там молятся. Помните, я Бабай, я Бабай, да? Нигун, а Баба молится, Баба, ой Бабай, я Бабай, я Бабай. Вот такие интересные вещи о караимах. Вы знаете, что представителями караимов, да? Балерина Ольга Павлова, царь Петр I через Нарискиных, это татарский караимский род, и маршал Малиновский, маршал Малиновский, такие представители караимизма. Но после Второй мировой войны большинство из оставшихся живых караимов были выселены в Средней Азии. Поэтому в Казахстане тоже есть наши люди. Да, но сейчас где-то около 1300 караимов. Караимы считаются одним из самых маленьких ныне существующих народов на Земле. Замаскировались. Да, замаскировались. Хорошо. Ну, теперь уже начнем, собственно, о Средних веках. Поговорим, у нас осталось два урока, да, и поговорим о евреях в Средних веках. Один урок дашь? Нет, сколько сейчас уже? Сейчас конец, еще один па, да. Да, ой-ой-ой. Мало у нас времени. Жалко, жалко, я вам мог бы еще рассказать. и так хорошо. Можно еще неделю, можно еще месяц. У меня материала хватит. и так о евреях. Значит, в евреях Теодорих Великий, Теодорих, это тот, самый, помните, пригласил евреев вселиться в любом городе в пределах его владения, в Риме, Неаполе, Венеции, Милане и в новой странице, Равене, потому что Рим уже в таком был состоянии, что столицей не мог быть. Евреи были торговцами, банкирами, судьями, земледельцами, ювелирами и ремесленниками. Причем, интересно, что третья часть итальянских евреев были настоящими римлянами, а не потомками Моисея. То есть, предполагается, что это бывшие язычники, которые перешли в иудаизм. Подобное положение существовало во Франции и Германии. В первые века христианства, вы помните, когда еще люди не определились, когда старые боги уже изжили свое, да, иудаизм широко распространился. Синагоги были по всей Римской империи. В Римской империи каждый десятый человек посещал синагогу. Каждый десятый человек был евреем в той или иной степени. Не все евреи были обрезаны, да, но евреи возникали два парадокса в раннем средневековье. Я еще раз говорю, что к евреям в раннем средневековье относились совсем по-другому, чем в позднем средневековье. С одной стороны, евреи оказались единственными христианскими народами в христианском мире, и с другой стороны, по иронии судьбы, они жили на свободе, вне феодальной системы, которая стала тюрьмой для христиан. И решили папы, что же делать с евреями. И папа Григорий Великий, вот тот самый папа, который правил с 591 года и который в 600 году нашей эры взял власть, да, и он сказал так, что евреи нельзя ни обратить христианство, ни убить. И он запретил насильственное крещение евреев. И так происходило до Четвертого Латеранского Собора. До Четвертого Латеранского Собора. То есть, в это время, ранее средневековье, до 1215 года, еврея нельзя было ни убивать, и нельзя было крестить. Почему? Евреи должны были либо сами принять христианство, либо служить свидетельством, как плохо бывает народам, которые не приняли Иисуса Христа. То есть, если говорить о раннем средневековье, то не так уж плохи были дела. Вот здесь главные еврейские общины Германии с 500 по 1000 год. Аугсбург, Венеция, Поло, Равенна, Ливорна, Рим, Генуя, Авеньон, Марсель, Мец, Верден, Шпайр, Майнс, Франкфурт, Кёльн, Мерзенбург, Магдебург. Это все города, где преимущественно было еврейское население. Во Франции Париж и Труа. Кто был из Труа? Раши, можете посмотреть. Раби Шлома из Хаки 1040 по 1105 год из Труа. Авеньон, Перпиньян, Толедо, Кордова, Лиссабон. Вот эти места еврейских городов. На востоке Бейершева или Варшава, да? И на самом Дальнем Востоке Хайфы или Хайфа. Да, вот такая еврейская география. Вот некоторые даже переходили в иудаизм. Так, в 9 веке дьякон по имени Бадо в городе Труа. Он отрастил волосы, бороду, изменился обличием и назвался Елизером. Взял в жены дочь еврея и заставил своего родства принять еврейский завет. Великий шелковый путь, я вам уже говорил, да? Торговали в Ферганской долине, выращивали самых знаменитых боевых коней Азии и Африки. На территории Афганистана разводили двугорбых верблюдов для караванов. На территории Узбекистана, Казахстана выращивали зерно, фруктовые деревья и так далее. То есть основным центром в то время являются города, идущие вдоль Великого Шелкового Пути. В Израиле есть несколько городов, где живут преимущественные евреи. Это Кейсария на Средиземноморском побережье, Лодх, к востоку от порта Яфа и Неаполис. Раньше назывался город Шхем в горах Самарии. То есть евреи постепенно расширяются и живут сравнительно неплохо. Но беда, что евреи становятся ростовщиками.